Короче говоря, КЛУСТРОФОБИЯ Эта история началась в моей квартире, а точнее в моём шкафу. Я сидел тут уже минут пять, и не потому, что хотел телепортироваться к Серёге, а как раз наоборот. Мы, как настоящие взрослые, занимались исключительно важным делом. Играли в прятки. Серёга искал меня очень долго, ведь он, как настоящий взрослый, решил усложнить эту детскую игру и искал меня с закрытыми глазами. Это уже жмурятки какие-то. Такими темпами он меня никогда не найдёт. Но тут у меня внезапно перехватило дыхание и началась сильная дрожь. Неужели свело ногу? Но потом по телу выступил холодный пот, и у меня началась настоящая паника. Я мигом выскочил из шкафа прямо на Серёгу. Он сказал, что найти меня оказалось расплюнуть. Я ответил, что сам выскочил из шкафа, потому что мне стало не по себе. А по кому? А потому. Я сказал, что больше не буду играть в прятки. Поэтому Серёга ушёл. Интересно, что это было? Может, у меня развилась клаустрофобия? Подумал поискать про это в интернете. Но кажется, телефон остался внутри шкафа. Нет, туда я точно больше не полезу. Ещё и комп на днях сломался. А то стал бы я иначе играть в прятки. Ничего, я знаю ещё один способ узнать. Спросил у одного из виртуальных ассистентов Джоя, какие симптомы у клаустрофобии. Как оказалось, у меня и правда клаустрофобия – боязнь замкнутого пространства. Я-то думал, что это боязнь Санта-Клауса. Хорошо, что у меня есть умный медиаприставка Сбербокс, у которой огромный функционал для организации досуга и решения бытовых вопросов. Надо немного расслабиться. Попросил ассистента Афину включить какой-нибудь фильм. На экране запустился ужастик клаустрофобия. Зашибись. Лучше послушай музыку. Спустя какое-то время мне вроде полегчало. Я ещё немного поиграл в игры с помощью сервиса облачного гейминга Сберплей, в котором есть каталоги Steam, Origin и Epic Games. И тут внезапно задался вопросом. А откуда у меня вообще появился этот страх? Решил набрать маме, может она что-то знает. Но мой телефон по-прежнему оставался в шкафу. Ладно, буду действовать радикально. Достал телефон для важных звонков. В нём было забито только два номера. Моей мамы и почему-то Серёге. Позвонил маме. Она не взяла трубку. Зато сработал автоответчик. Пока я не могу говорить за нето более важными делами. Раздаю всем знакомым кабачки. А если ты звонишь ты, Рома, насчёт своей клаустрофобии, то в детстве на тебя чихнул сосед, который страдал этой фобией. И вот она со временем пробудилась в тебе с вероятностью 1 к 7 миллиардам. Вот я, конечно, везунчик. Решил набрать Серёге и рассказать ему про мою клаустрофобию. Он посочувствовал и сообщил, что тоже боится Санта-Клауса. Я объяснил ему, что это не совсем то. Серёга стал уверять меня, что точно найдёт таблетки от этой фобии. Через час он уже был у меня. Серёга с гордым видом вручил мне таблетки клаустрофобин. И зачем-то рассказал тупой анекдот. Как выяснилось, он просто проверял на себе лекарство, плохое чувство юморин. Видимо, оно работает. Лучше бы он купил себе адекватозол. Я принял все таблетки залпом. Немного подождал и пошёл проверять. Заперся в туалете и через пару секунд с визгом выбежал обратно. Кажется, не помогло. Зато теперь я не боялся Санта-Клауса. Блин, кажется, это не те таблетки. Серёга извинился, принял резко свалин и резко свалил. Похоже, придётся смириться со своим страхом. Отныне все двери в квартире будут открытыми. Даже входная захотела съесть. Но на улицу выходить не буду, потому что боюсь ехать в лифте. А спускаться пешком было лень. Хорошо, что у меня есть Сбербокс с целым семейством виртуальных ассистентов Салют. Их трое. Сбер, Афина и Джой. С помощью ассистентов заказал еды в службе доставки самокат. Перекусил. Хоть не загну здесь. Вдобавок к этому, через приложение Супер Шеф я могу изучить множество видеорецептов. При помощи консьерж-сервиса дуэт записался к врачу, чтобы он помог побороть мою фобию. Вспомнил, что не смогу спуститься. Пришлось перенести запись на 67 лет вперёд. Чем бы мне такому взрослому ещё заняться? Точно. Посмотрю мультфильмы или детские образовательные программы. Ведь в Сбербокс можно смотреть кино и сериалы на ОК, ТВ-каналы, а также видео на Ютьюбе. Кроме того, здесь есть удобный браузер, в котором можно найти всё остальное. Им также можно управлять голосом и виртуальным пультом в приложении Сбер Салют. Но тут мне позвонил Серёга. Алло, Ром, срочно приезжай, иначе мне капец. Они близко. Жесть. Нужно срочно спасать Серёгу. Я стал резко надевать уличную толстовку. Внутри неё стало страшно. Блин. Представляю, как тяжело живётся черепахам-клаустрофобам. Переборол страх, надел толстовку и выскочил из квартиры. Быстро вызвал лифт. Он сразу открылся на этаже. Было стрёмно. Я должен зайти. Я спустился вниз. Прибежал в метро. Но в вагоне тоже ещё какое замкнутое пространство. Нет времени на раздумья, придётся ехать. Мне было дико страшно, но я смог доехать до места. Зашёл в подъезд. Серёга жил довольно высоко. Через силу решился поехать на лифте. Нужно скорее помочь Серёге. Я поднялся. Открыл дверь в квартиру. Там стоял довольный Серёга. Я спросил, что случилось. Он сказал, что у него всё отлично, и он просто помогает другу. В смысле? Я тут на днях принял таблетку Супер Идея Фазол и понял, что тебя нужно столкнуть с твоим страхом лицом к лицу. Только тогда ты поймёшь, что то, чего ты боишься, не опасно. И правда, кажется, сработало. Я ехал в лифте, мне было совсем не страшно. Счастью, не было предела. Хоть на потолок прыгай. Как вдруг я увидел на нём паука. И тут у меня снова началась сильная дрожь по телу. Короче говоря, арахнофобия. А если тебе понравилось это видео, то не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал. Нам будет очень приятно. Кстати, по нашей ссылке в описании вы сможете приобрести крутую медиаприставку Сбербокс, которая превратит ваш телевизор в настоящий центр развлечений. Ну а пока спасибо за просмотр и ждём тебя снова.